На чем остановиться? Или, может, что-то ты скажешь мне из того, что я тебе уже ранее там сказал? Ну, ты сказал, что-то я самоопределился. Вроде. Ну, думаю, что да. Ну, как бы я начал это понимать уже давненько, и потихоньку информация всякая разная добавляется. Да. Вот хочется выбираться из этого положения, где жизнь зависит от меня самого, а не от кого-либо еще. А тебя ничего не смущает в этой фразе? Ну, то, что моя жизнь от кого-то зависит? Нет, еще раз повторяю. Фраза состоит из трех слов. Я вроде самоопределился. Ничего не смущает? Ну, слово вроде, да, то, что... Ну, я... Это, может быть, возможно, мои слова-паразиты. Я иногда что-то говорю такое. А может быть, я и действительно не уверен, раз это слово вылетает. Слово вроде... По крайней мере... Насколько я знаю, слово вроде не относится к словам-паразитам. Да? Ну, я не слышал, возможно. Может быть, я поэтому... Вот хочется сказать, что я не уверен еще, да, в себе. А вот слово... А вот слово «ну» относится. Еще, возможно, неуверенность в себе, потому что нету знаний. Мы же, как правило, боимся, когда нам что-то незнакомо, мы не знаем, как делать. А когда у нас есть какая-то информация, мы начинаем уже действовать уверенно. Поэтому я и обратился к тебе, чтобы стать увереннее в себе. Так я тебе предлагаю выяснить, вроде ты сам определился или на самом деле определился. Ну, я думаю, что пора сказать, что я определился. Сейчас, тем более такое время уже. Либо сейчас, либо никогда. Ты не слышишь вопроса. Тебе интересно выяснить, сам определился ты или вроде я сам определился? Нет, я определился, но хочу, чтобы ты мне немножко помог еще в этом. Хорошо. Давай, простой вопрос. Ты кто? Я человек. Кто такой человек? Ну, у меня, знаешь, такие знания. Ну, вообще, это две руны же. Чело и век. Вроде как, что сто лет, ну, живет человек. У меня такое понимание. Ну, и человек, это разное. Человек, там, или люди, или, ну, знаешь, может быть, есть классификация. Человек, это такая, так скажем, уже высокая классификация, да, будем так говорить. То есть, не просто там поесть, покушать, поспать, там, с девушкой погулять, который уже не только о себе думает, а думает об обществе и, возможно, действует во благо. Ну, я даже понимаю, что я, ну, раз я завел именно вот так вот, ну, это слово человек описываю, и, возможно, я еще сам и не являюсь, но я к этому стремлюсь. Ну, такое, знаешь, это сложно. Мы же здесь учимся все. Поэтому, вот, я хочу учиться, ну, и вроде стараюсь, учусь. Перевожу на русский язык то, что ты сказал. Я тебя спросил, ты кто, ты сказал, я две руны. Ну, что такое руны? Руны? Ну, это письмена же, славянские, древние. Письменность. Получается, ты две старинные русские письменные. Ну, нет, ну, я понимаю, да, что это звучит как бред, но вообще, я имею в виду, человек не то, что две руны, а я это, начал плавать просто, начал тебе за одно и закончил за другое. Вот, человек у него есть, вот как раз это чело у человека. Ну, и, якобы, жить он должен век, ну, получается, сто лет. Ну, а вообще, человек это, ну... Ну, живое существо, вот так скажем, да? Или бы, как я уже понял, ну, то, что... Вообще, я, наверное, ощущаю себя даже еще душой, воплощенной в теле мужчины. Точнее, даже так, наверное, будет. Еще раз, ты кто? Я душа, воплощенная в теле мужчины. Вот так будет точнее, да. Точно. Вот так точно. Что такое душа? Здесь уже сложнее сказать. Я не могу это описать как-то словами, я это чувствую. Это где-то в глубине внутри, это, я не знаю, может быть, это высшее я, или... Сложно выразить это словами. Как описать еще? Ну, опять же, мы же все где-то информацию черпаем. Я читал, ну, я так понимаю, что душа это, ну, видимо, может быть, это свет изначальный творца. То есть, в каждом из нас есть частичка творца вот этого света. Ну, как-то вот так. Такое объяснение, я думаю, более подходящее. А ты знаешь, в чем заключается принцип самоопределения? Вообще нет, ну, думаю, это как раз, ну, если просто посмотреть даже на само слово, самоопределение, самому определиться, получается, надо. Как раз ты вот задал вопрос, кто я, и вот я тебе как раз отвечаю. Получается, в этот момент я уже самоопределяюсь, да? Самоопределение, это не только определение самого себя, но и самостоятельное определение каждому слову может дать. С этим, возможно, будут проблемы. Я понимаю, о чем ты говоришь, я наблюдал же за тобой. И понимаю, что каждое слово очень важно. За каждое слово нужно, ну, так скажем, да, как на улице, за каждое слово нужно ответить там или пояснить. Вот. Понимать его значение и так далее. Все дело в том, что принцип самоопределения, он, опять же, предусматривает ответы перед самим собой. Чтоб ты сам себе мог разъяснить, кто ты. Сам для себя определить. Ну, я, если честно, как бы ждал этого вопроса, да, и я еще вчера подумал над этим. Кто я? И вот ты пришел к такому, вот такие мысли пришли ко мне. Ну, я как бы уже сложилось понимание все-таки какое-то у меня в голове. И я себя так ощущаю. Первое, с чего я начал, это я начал каждое слово разбирать. Сначала искал значение в интернете, общую информацию, скажем так, общественное мнение собирал. А потом научился давать свои собственные трактовки каждому слову. Исходя из логики и своего мировоззрения. Ну, вообще, если честно, очень много непонятных слов сейчас для меня, там, как назвать юриспруденция, это, да? Например? Ну, вот, к примеру, там, конклюдентное действие. Ну, слово действие понятно, а вот конклюдентное, но это, видимо, слово иностранное, поэтому, наверное, оно мне непонятно. Элементарно, с четвертого класса у меня пятерки по английскому и всю жизнь там, и в школе, и в университете. Конклюдентное действие от слова английского «конклюде» переводится как «заключить», совершить сделку. Понятно. Ну, я с английским вообще не силен. В школе как бы тоже учился, но английский не самый тот предмет, которому успехи у меня были. Поэтому, наверное, сложности возникают. Ну, там же в основном, я так понимаю, все, и латинский, и вообще все как бы оттуда. Нет, там в основном с английского языка все в основном. Ну, и вот я как бы тебе позвонил, чтобы, ну да, обратился за помощью, с чего начать. То есть ты хочешь сказать, что мне нужно просто начать понимать каждое слово, что оно значит. Да, разбирать. Да. Ну, а вообще, понимаешь, что нет, наверное, какой-то методички, да, ну, просто какие-то там основы, что-то элементарное, может быть, с чего начать. Вот в плане, знаешь, интересно, вот как действовать. Я вот просто смотрел видео, да, и я так понял, все это векселя, все вексельные тематики. Наткнулся на такое видео, что даже те люди, которые стали банкротами по кредитам, там, у кого были задолженности, ну, понимаешь, да мне. Вот. И это якобы вот банкротами ни в коем случае нельзя становиться, нигде там подписаться, нигде. потому что, когда объявляешься банкротом, якобы у каждого человека из нас, ну, на нашей земле, грубо говоря, вот недра, да, богатства, все это нам принадлежит. Но мы этим как бы не пользуемся, и вот, а пользуются как раз люди, когда мы подписываем вот эти бумажки. И в чем вопрос? Ну, вообще, хотелось бы узнать твое мнение вообще. Что-нибудь слышал ты вообще об этом? Слышал. Как думаешь, действительно так? Или ты знаешь, что это так? Ну, по логике получается, что так. Ну, и вот хотелось бы, ну, как бы я уже, знаешь, там что-то чуть-чуть, так скажем, плаваю там на поверхности. Ну, вот. Я так понял, что везде нужно расписываться, если расписываешься где-то, вот, TF, B, A, R, да? То есть, под принуждением, под вашу ответственность? Нет, не везде. Не везде? Ну, вот, хотелось как-то вот этому научиться. С чего начать, там, какие-то азы знать. Ну, по TF, B, A, есть прекрасное видео, называется «Росвись под принуждением». Там все досконально разъясняется. Если не уяснил, с первого раза пересмотри еще раз. Ну, может быть, знаешь, ты можешь, может, хотя бы подсказать мне, ну, наверное, это огромное, да, количество видео. Просто у тебя там очень много, и я поэтому, собственно, это, ну, большое количество времени, я такой, знаешь, молнии хочу все сразу. Может быть, какие-то ты мне скажешь, вот, определенные, я посмотрю, вот это, вот это, вот это, вот это, вот выделишь из всех своих, там, каких-то, я посмотрю и буду понимать, что вот для начала. И уже от этого отталкиваться. Ну, раз ты заговорил про роспись, то начни вот с этой, с росписи. Раз заговорил, да. Так, вот я вообще еще, знаешь, я тебе накидал некоторые вопросы, какие-то я уже тебе задал, вот, я смотрел, ты рассказывал про, перед тем, как в начале получить первый документ на ребенка, ему дается справка, правильно, в больнице, и там написано, живорожденный, вот, какие-то документы или выписки, какие-то стоит брать для себя, чтобы потом, ну, доказать свои слова, так скажем, или только все на словах. Ну, может быть, это облегчит какие-то моменты. Если на словах не можешь, не хватает знаний, то лучше иметь бумажку. Опять же, не столько для тебя, сколько для тех, кому ты будешь разъяснять. Ну, да, да, я понимаю, что тем более, как бы, на словах это так все, люди же воспринимают документы, им нужно все подавать. Хотя, если два человека встретятся, я думаю, никакие документы, ну, по-настоящему человека два, им никакие документы не нужны, они договорятся на словах. Ну, мы в таком мере, что живем. Так, ну, вот, ладно, поэтому понятно мне. То есть, возможно, невозможно, а нужно, взять мне сейчас выписку, да, какую-то там в ЗАГСе, в реестре взять. Так, что еще? Ну, а вот, если смотри еще, Антон, такой вопрос. По гусс-услугам тоже наткнулся. Некоторые люди считают, что вообще нужно удалить аккаунт там в гусс-услугах, якобы все данные пропадают там у них. Без гусс-услуг это вообще реально как бы просто пойти, да, ногами там все это сделать. Гусс-услуги просто нам облегчают как бы жизнь, но с другой стороны мы туда вносим все свои данные, кто как им пользуется, там неизвестно. Вот, стоит ли так сделать? Удалить? Ты с компьютерными базами данных имел дело? Программировал когда-нибудь? Нет, с компьютером я так... Ну, я могу там включить, выключить, что-то там по мелочи удалить, настроить, что-то установить там, ну, где-то что-то там с помощью Ютуба там, ну, так, чтобы прям программировать, что-то делать, мне это сложно. Если ты машину поставил в гараж и закрыл ворота и повесил замок, машина исчезла? Машина? Нет, нет, машина не исчезла. Скрыть ворота и замок можно? Да, конечно. Ну, такая же ситуация с госслугами. Получается, там есть мои документы и там кто-то их может скрыть и использовать как-то. Ну, хозяин гаража кто? Ну, да, не я. А кто машину загнал в гараж? Я. Я понимаю, да. Ты можешь повесить замок, закрыть ворота и запретить доступ другим участникам системы, но это не значит, что машина и система пропадет. Угу. То есть, получается, нет смысла, да, в этом? Пользоваться можно? Ну, ты мне скажи, а от хакеров эта ситуация защитит? Я думаю, нет. Ну, а что может защитить реально? Мои документы от хакеров или... Смотри, есть разница между тем, где гараж? В деревне или в Москве? Да нет, я думаю, нет разницы. Везде могут люди прийти. Какая разница, где он находится? Ну, в Москве народу больше, только что. Больше вариантов. вероятность кражи автомобиля? В деревне или в большом городе? В большом городе. Почему? Ну, потому что больше народу и больше вероятность увеличивается. чем меньше население, тем меньше воров, наверное, чем больше население процент воров увеличивается, наверное. А есть разница, кому машина принадлежит? Президенту или я не знаю, там какой-нибудь младший сотрудник никому неизвестной фирмы? Ну, я думаю, если вор будет знать, к примеру, возможно, он и побоится высокого ранга, что его потом будут сильно искать. А к простолюдину, так скажем, он, я думаю, может занырнуть и не подумать. Ну, я так думаю. А если у него ранг небольшой, но он в правозащите очень хорошо соображает? Ну, если вор об этом не знает, я думаю. Если об этом он знает, то, я думаю, он тоже не тронет как раз-таки. Ну, а как сделать, чтобы он знал об этом? Сказать ему? А как заявить? Ну, ты же не будешь за каждым бегать и говорить ему об этом? нужно просто в себя поверить, получается? Ну, это само собой. Как донести информацию до каждого? Я думаю, нереально. Нереально? Прям до каждого? У тебя в доме есть такие черные прямоугольники большие, которые в розетку втыкаются? Черные большие прямоугольники? Раньше они были более квадратные, их называли квадраты Малевича, когда не было электричества. Интересно. Не понял. Ты картину квадрата Малевича знаешь? Ну, да, но там просто черный квадрат нарисован. Ну, а если его включить в розетку? Не пойму. У тебя в руке сейчас что находится? В руке ручка. Телефон рядом. Ну, телефон как выглядит? Ну, черный как раз таки у меня, но не у все же он черный. Сам экран когда выключен, когда не в розетке как выглядит? Черный тоже, да. квадрат или прямоугольник? Ну, прямоугольник. А большой прямоугольник, который в розетку втыкается, как называется? Телевизор, что ли? Я просто знаешь, это конкретно представил именно что-то черное втыкающе в розетку и прямоугольник либо квадратный. Телевизор как бы от розетки немножко отдельно, поэтому... Как отдельно? Подожди, у тебя что, телевизор не от розетки питается? От розетки, но через шнур же непосредственно через шнур, а не сам. И поэтому я не понял сразу, про что речь идет. Ну, хорошо, телевизор и что дальше? Ну, о чем мы обсуждали, когда начали говорить про прямоугольники черные? А, ну, то, что всем сказать, то есть мне нужно через телевизор всем заявить о себе? Как ты думаешь, чью машину с большей вероятностью украдут? Неизвестного человека или какой-нибудь знаменитости? Не знаю. интересный вопрос. А если вор там у него будет такая повернутая, так скажем? Я тебе не говорю про конкретного вора, я тебе говорю про среднестатистическую статистику, скажем так. Ну, наверное, простого человека, скорее всего. А почему? А почему знаменитый человек? Потому что шумиху поднимут, скорее всего. Начнут там помогать все искать, больше вариантов его найти, наверное. И так думаю. то есть какой вывод следует? Нужно стать знаменитым. Почему? меня никто не трогал. Почему? Чтобы боялись со мной связываться. А почему боялись? Ну, поймут, что за мной люди стоят какие-то, да, будут помогать мне. так, наверное. Я тебе к тому, что плохие дела в основном делаются втихаря, втихушку. Вот как. Ну, да, конечно. первое, что опасаются и боятся те, кто творят темные дела, это то, что кто-то зайдет в комнату и включит свет. или свой собственный свет, который у тебя, ты говоришь, свет творца внутри. Вот если ты его включишь, ты сам себе все знания найдешь очень легко и быстро. Ну, понятно. Ну, я думаю, еще много работы, ну, не работы, точнее, труда придется вложить в это все. Да, я понимаю, что от меня много зависит, но лучше, наверное, да, я понимаю, что самому проекту пройти через все это. Так быстрее учишься. Но как-то я привык, хочется, чтобы был учитель какой-то, чтобы как-то помог. Поэтому тебе решил с тобой связаться. Ты фильм смотрел «Замысел»? «Замысел»? Это украинский, да, вроде? не помню. Ну, да, где везде там расставлены у них. Как? Да, 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 замысел. Вот мне сейчас подсказывают. Картинку показал мне супруга. Да, да, я смотрел его. «Замысел»? Ну, ты помнишь, там дается определение слова «учитель» и другим словам? Нет, наверное, надо еще раз его пересмотреть. Я уже давненько его посмотрел. Ну, вот пересмотри, там есть еще одно слово «наставник», есть третье слово. я его сам забыл. А, заглядатый? Или что-то? Нет? Не то? Нет, там говорится про учителя, наставника и еще кого-то. Я уже забыл. Может быть, я путаю что-то с чем-то другим каким-то. Нет, я не вспомню. Сейчас так быстро. так вот учитель научит тебя, как построить дом, а наставник скажет, где, куда пойти, чтобы самому научиться. Так тебе кто нужен? Ну, наставник получается тогда. Чтобы я сам понимал, как дальше действовать. То есть ты меня направишь просто. Ну, хотя бы так. Уже проще мне будет, я думаю. Я могу и научить, и наставить на путь. помощь. Я вообще позвонил тебе помощь. Для меня любая вообще. Я честно даже думал, что ты сильно занят, возможно. И может быть, ты не дашь мне ответа. Ты еще спросил у меня сразу, что по каким вопросам я хочу у тебя консультироваться. я почему-то подумал, что возможно определенный сразу какой-то должен быть там инцидент у меня в суде, возможно, или еще где-то. Я думал, ты таким, но уже конкретно по вопросам уже помогаешь. И я был готов, что ты откажешь. Поэтому я сразу вот честно я тебя уже благодарю за то, что откликнулся. Ну, по поводу занятости тебе повезло, что я скажем так удачно сегодня спланировал день и к полдвенадцатого ночи как раз секунда в секунду освободился для звонка. Так, ну, что у меня еще по вопросам было? не то, чтобы вопрос, значит, так, может быть, диалог. Опять же, вот, я трусь, да, там, во благо компании в твоем городе находящейся, кстати. Я работаю вахтой, там, ну, не суть, и есть такие моменты тоже, где заставляют нас, ну, ты же знаешь, как у нас все это делается, принудительно, добровольно-принудительно заставляют нас. знаю, тоже работал в этой компанию. и вот, что, вот, там, да, был такой момент, когда уже во всей стране послабление дали по маскам, а мы, а мы, как сотрудники этой компании, должны были, там, в самолетах летать. Но это ладно, опять же, тоже, потому что мы, как, не то, чтобы ладно, я сам по себе не люблю, когда заставляют там что-то делать, когда я сам сам за свое здоровье могу отвечать, там, почему и потом, да, вот эти при***ки, там, ну, я сам отвечаю, я так думаю, за свою жизнь, там, не кто-то мне ее дал, мне дали, там, там, ну, меня воплотили родители, да, мои, если кому-то решать, то им. А тут люди решили взять, там, сказать тебе, вот, иди, делай то-то. Я вот с этим не готов считаться, но у них, получается, так как мы трудимся, они могут нас влиять, ну, конечно же, они по законам не могут в обход, там, какие-то свои, моменты, там, рабочие привлекают, там, где-то начинают давить, вот, это все, конечно, такое, так скажем, не знаю, как-то, ну, низко, что ли, вот так, наверное, я думаю, люди должны где-то выше контактировать, не вот такими методами, как-то, по-другому все, ну, вот, знаешь, как-то из детства все, я стал понимать, что где-то что-то вот не так, вот, что-то как-то, вот, вроде все вот говорят так, 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 ну, ты чувствуешь, садиться, да, извиняюсь за выражение, что, что-то не так, где-то надо разобраться, где-то что-то, и вот, на протяжении, получается, своей жизни, и вот, пришел к тебе, уже, как-то так. Я ничего не понимаю, что, на работе проблемы, что ли, или еще? Ну, нет, ну, можно сказать, и так, нас же заставляют там, да, ну, то есть, для меня это проблема, когда мне там говорят, «Отодевай ма***ю», или «Делай при***ю». Подожди, подожди, давай условимся, не произносить опасные слова, потому что в эфир пойдет. Тряпка, я не знаю, намордник, там, я не знаю, жижа, и все остальное, это можно говорить. Жижа, тряпка, понял. А, то есть, потом еще, ты немножко диалог наш, там, подшаманишь, да? Нет, я же не шаман, я подмонтирую. Ну, да, я так выразился просто. Я понял. Я ловлю себя на мысли, что с тобой нужно держать ухо востро. и, коль уж ты сказал, самоопределение каждого слова, да? Поэтому, шаман к тебе не относится, я думаю, это точно. Хотя, я тебя мало знаю. А я слышу, как у тебя мозги кипят, и как ты каждое слово подбираешь. Ну, вообще, есть такая, да, проблема, наверное. я стараюсь подобрать правильное слово. со стороны, как ты, знаешь, когда мы расслаблены, и будем говорить, диалог такой быстрый будет получаться, но, когда ты задумываешься, ну, я думаю, что это, наверное, правильно. Лучше задуматься сначала, потом сказать. просто местами будут получаться паузы такие. Вот. Ну, знаешь, опять же, это сейчас приходит понимание, что нужно книги какие-то читать. Раньше у меня немножко другой образ жизни был. Я, можно сказать, не развивался. Ну, в чем-то развивался, но я так думаю, что не в том, направлении. Сейчас как-то более я, я думаю, встал на ту тропинку. Все-таки. Ну, я так чувствую, на нужное мне. Я, и знаешь, когда смотришь, что вокруг происходит, и когда я увидел твои видео и подобных тебе, да, вот, живой мужчина, Игорь, там, Наталья, Рыбкина, еще там, это уже потом от тебя услышал я, что есть товарищ Сталин 2-0 там, и, и вот, что я хотел сказать, глядя на таких, как вы, по крайней мере, у меня появляется свет в конце туннеля. думаешь, что еще, ну, не все так плохо, ведь надежда, есть за что зацепиться, и добро побеждает зло, как в любой сказке. Ну, мой тебе совет, в первую очередь, выйти из туннеля, потому что ты там слишком долго находишься, и добираться до света, который в конце туннеля, можно очень долго. Намного проще отказаться от этой модели, и осознать, что ты ни в каком не туннеле. Ну, да, вот про что говорил, я стараюсь подбирать слова, но, ну, вот пришло мне, я вот так вот выразился, ну, наверное, значит, так и есть, раз я это сказал. Наверное, я так получается, себя и ощущаю, да. Вот такими словами ты их не просто произносишь, я уже пояснял других видео, что ты, прежде чем произнести слово, ты его должен подумать. Это давно доказано учеными, они проводили эксперименты, и человек, когда думает, вот, допустим, он на русском языке думает, и какое-нибудь слово там, ну, допустим, предложение, завтра я пойду в магазин. Давно ты подумал, а у него кончик языка совершил микродвижения ровно такие же, какие бы, если он совершил при произношении этого слова. То есть, каждая мысль, она отображается на кончике языка. Соответственно, чтобы сказать каждое слово, ты должен об этом подумать. У тебя должна сформироваться мысль, а мысль рождается из образов, из ощущений. соответственно, ты сначала это ощутил, у тебя это в душе все родилось, ты предал ему образ, потом образ, образу осмыслил этот образ, у тебя родились мысли, и потом эти мысли ты перевел в слова. Соответственно, вот это то, что ты хотел сказать, подшаманишь, это была неосознанная подсознательная попытка навесить ярлык шамана, сделать из меня шамана. Слова, что ты видишь свет в конце тоннеля, ты по сути сам себя загнал в какой-то темный тоннель. А потом люди удивляются, а почему я так живу? Ну, есть определенные, да, ну, я думаю, все боятся, не боятся, только дурак, наверное, у каждого человека есть какой-то страх, и просто у меня, получается, нету сейчас знаний, да, я еще только начинаю там что-то узнавать, как с этим все делать, как взаимодействовать с системой, там, с государством, поэтому вот давай страхом, когда не знаешь, как действовать, поэтому страшно, наверное, поэтому, может быть, я и думаю, что я в тоннеле. Это все общие слова и философия. Давай вернемся к конкретным вопросам по поводу работы. Ты сказал, там идет влияние, вот слово влияние что означает? то есть, получается, с помощью каких-то определенных действий давит как-то на меня, что-то заставляет делать. Слово влияние от какого слова произошло? В корне какое слово? Влить? Или как? Нет, влиять это вливание. Влиять? Влиять это вливание, а влиять? Влиять? Какое же тут корень-то? Ну, как они влияют? Как влияют? Они могут лишить человека работы, тем самым человек лишается заработка. На основании чего? На основании закон они никакой не нарушают. Получается, могут ситуация просто по работе там могут на мое рабочее место прийти, увидеть какие-то недостатки, что-то не так лежит, неправильно, что-то сделано, и далее там уже несложно говорить, как там это все делается. Подожди, я тебя к другому веду. Где прописано, где что должно лежать? Я не видел порядок там должен быть, да, начальник говорит, мы думаем, что вот так и так, да, потом приходит, он говорит, вот это не так, или вот это не так. начальник что делает? Влияет. Ну, влияет, да, влияет. А тебе может ниже стоящий сотрудник прийти и сказать, здесь это не так лежит, здесь это так лежит, ну, как-то повлияет на тебя ниже стоящий работник? Ну, сказать может, но повлиять, думаю, нет. А почему? Я могу плюнуть как-то на него. А почему? потому что он никак ничто не может сделать, ну, в плане, там, наказать как-то финансово или еще что-то. То есть у него меньше влияния, чем у вышестоящего сотрудника? Да, у него меньше, у него нет рычагов никаких. А по сути, это два одинаковых человека. Согласен, но один пользуется своим положением просто, и так бывает еще. А бывает так, что пользуется, но не своим положением, а своими личными интересами и не основанными на каких-либо правилах, законах, распоряжениях. Ну, возможно, об этом только он, наверное, знает. Мне остается только догадываться. Ну, тогда, по сути, чем он тебе пытается, чем конкретно он пытается повлиять? Ну, у меня уже была ситуация, когда я по срокам опять же под эту жижу нужно делать вовремя там. И я опоздал, да, и получается он пришел ко мне в мой цех, да, посмотрел, где там, что у меня, как, и в итоге я потом в зарплате потерял, ну, как я сам посчитал, там около 20-30 тысяч. Вот, а если внимательно смотрел видео про роспись под принуждением и правильно дополнять... Я нигде не расписывался, не подписывался, ну, я как бы уже немножко посмотрел, а роспись это... подписи, то есть подписался под текст, то есть согласился с ним, да, и будешь нести ответственность то, что ты уже прочитал, согласился, да, так скажем, принял, ну, или у меня уже есть такое слово, как акцептовал, либо а роспись это получается художественная, да, роспись, там, картина. Примеры росписи приведи. Ну, жель, там, не знаю, аэрография, какая-то там... Коляка-маляка детства. Коляка-маляка, да, там, татуировка любая. Причем тут татуировка? Ну, татуировка, ну, на теле, знаешь. Татуировка это не роспись, это наколка. Наколка? Ну, не относится, да, к этому? Но я думал, что его рода тоже это какая-то же, тоже рисует, только накалывает это. Роспись, это тоже рисует. Ты не слышишь значение слов. Роспись, это то, что пишут на поверхности. Угу. Корень писать. А татуировка, это по-английски тату, а по-русски наколка. Накололи. Ну, Ну, кого накололи? Рисунок или того, кому рисунок нанесли? Интересно. Ну, тут такое, это, два образа. А я тебе хоть сколько образов могу привести, потому что образное мышление и куча вопросов. Так давай вернемся к этим, к слову влияние. Какой корень слова-то? Влияние. Влияние, что ли, нет? Какие похожие слова есть? Угу. Влияние. Ну, влиять это, нет, не то? Ты не путай слово влияние и вливание. Это разные слова. Влияние от слова лить. Угу. Хорошо, понял. А влияние? Что, нет вариантов? А думаю. Нет, что-то трудно. Ну, влиять. Какие слова на первые буквы начинаются? Чего начальник проявляет, когда приходит и говорит? Власть. 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 А окончание вот этой яния, это что значит? Власть. Яния. против, стоять, а яния, это что такое? поясняю. Не могу. Длительный, продолжительный процесс. Противостояние. Стоят против очень долгое время. Противостояние. Вливание, как ты говоришь, лить внутрь длительное, продолжительное время. А влияние это что такое? А это получается власть, продолжительное время, да? Навязывание своей воли продолжительное время. Вот он пришел, один раз сказал, это влияние, нет, это просто он сказал. А если он каждый день ходит, да еще и угрожает, еще и доводы приводит, и так, и эдак, и через намеки, и через анекдоты, и по-всячески, и на планерке, вот это влияние называется. Тогда родители... Ну там как бы нет такого особо, там знаешь, чтобы там прям он что-то ходил и рассказывал. Ну, нельзя по-разному, наверное, может кто-то кому-то и рассказывает. Я тебе говорю про смысл слова влияния. Навязывание своей воли длительное, продолжительное время. Угу. Вот еще родители говорят, ты там дурно влиять на моего ребенка. Угу. Это значит, что кто-то, кроме его ребенка, проявляет, более сильно проявляет свою волю длительное, продолжительное время. И, соответственно, ребенок видит, что там воли-то намного больше. И намного больше получается и более продолжительное время. и терпения, и воли хватает на то, чтобы влиять. Я к тебе к чему это рассказываю? Вот я тебе хочу сказать, что я знаю людей, которые работают в той же компании, что и ты, но они не не это, у них были подобные там ситуации, то же самое, там и угрозы, и все остальное, но я знаю людей, которые ни разу вот эту жижу всегда стороной входили и вот эти тряпки никогда не одевали. И спокойно себе работают. Ну, понятно. А знаешь почему? Ну, тут несколько вариантов может быть. Например? Либо они подкованы, каких-то юридических вопросов, либо им нечего терять, просто у них нет кредитов, нет возможности семьи. Ну, вот так, наверное. Нет. Один фактор влияет. Страх? Нет, я тебе уже подсказку дал самим самой фразой. Один фактор влияет. Вспоминай, что-то влияет. Нет, а что такое влияет? Вот человек работает в компании и каким-то образом влияет. Это значит, что он делает? Ну, свою волю ставит над другой волей. А как это возможно? Ну, по-хорошему, это должно быть невозможно. Но как-то вот умудряешься. мне именно такие случаи рассказывают чудесно. А все приходит со знанием. Сначала человек получает знания, потом осознает их, а потом применяет, проявляя свою волю и знания применяя. Ну, вот поэтому я решил обратиться к тебе, что-то для себя новое открыть, что-то понять. Мне вот в этой компании рассказали, что к одному человеку подошли, что-то попытались там навязать, что-то связанное вот с этими с новой волной, со второй. И человек подсунули бумажку, что типа ознакомьтесь, теперь вот ну, грубо говоря, там вы теперь будете все углы не за два метра угол огибать. То есть у них прям есть там такой пункт в правилах внутреннего распорядка, что все углы ты обязан как минимум на расстоянии полтора метра обходить. Вот как хочешь, так и проходи там дверной проем, там еще как-то, но полтора метра ты должен соблюдать, и люди расписываются в этих правилах. Вот типа такого приказа человеку подсунули, он написал там определенную надпись, это я тебе к тому, что надо пересмотреть роспись под принуждением. И после этого его вызвали на ковер и пришел ревизор какой-то то ли с региона, то ли с области и сразу задал вопрос, а вы почему подписали под принуждением? Хотя там не было написано по-русски под принуждением. То есть ревизор, который отвечает за регион, он уже знает, он в курсе. И начальник отдела кадров местный был в шоке, о чем они вообще разговаривают и почему ревизор так уважительно разговаривает с этим человеком. Ну я вообще слышал тоже не на твоих видео, где-то на других что вот мэры городов ну так скажем выше ранга они в курсе все вот и я так понял мировые судьи это вроде я у тебя слышал вот они в курсе а те кто помельче там они в органах там они могут и не знать об этом обо всем они просто делают свою работу что им сказали не совсем так у них есть так называемые ежегодные курсы повышения квалификации и те кто способен учиться их этому обучают именно они потом становятся старшими замами глав и руководителями в общем высший состав идут потому что там везде на всех уровнях все основано вот как раз на этом длительном проявлении своей воли на влиянии влияние можно оказать методом знаний и скажем так сообразительности когда ну допустим даже если у тебя нет минимум знаний но ты настолько сообразительный что ты можешь переубедить переуговорить скажем так любого человека это тоже влияние ну я так пытался по мелочи но там же они особо слушать не хотят никогда им так же кто-то сверху сказал вот надо и все и они выполняют чью-то волю тоже получается но окрайни мы во всем этом я это слышал миллион раз но я тебе говорю у меня есть конкретные примеры когда один на 10 тысяч человек проявляет свою волю и его не то что никто не трогает его за километр обходит кстати есть такой этот момент тоже один там мужчина я не помню суть что там произошло но помню что он обратился к юристам что-то там какой-то у них момент произошел и потом от этого человека ну так они стали кстати тоже его немножко стороной обходить уже поняли что с ним лучше не связываться он там будет как-то юридически да бороться ну я считаю все-таки страх наверное тоже есть какой-то мы боимся да там что потеряем работу там начнем судиться там и ну такие моменты же бывают что еще знаешь не просто там оставили тебя и думают а он там подковник юридически и все вот его не будем больше трогать бывает так что выживают прям ну по рассказам прям выживают с работы по-разному там разные способы разные там ну кто на что гораздо говорить поэтому ну это опять чьи-то случаи мы начинаем может я вот по крайней мере может быть начинаю уже об этом думать может и не стоит надо делать по-своему у каждого своя же правильно у тебя есть страх потерять работу ну мне в принципе вот если бы не всякие вот эти моменты там жижи с махами меня так все устраивает и график там и цена вопроса то есть я могу как-то жить там ну если я потеряю работу ну похуже будет конечно возможно там без денег какое-то время опять же неизвестно что ждет впереди что сейчас как будет дальше вообще с работой есть вообще знаешь такая информация тоже что выходить нужно от всего и ни от кого вообще не зависеть то есть жить на земле воспроизводить и питание себе там и одежду да можно же все но это сложно наверное сейчас современному человеку в голову все внести ну лучше жить и ни от кого не зависеть как-то сообща людям сделать свою систему да вот так наверное ну есть вообще уже тоже информация же в интернете под видом общин ТОСы что-то еще ТОРы какие-то я слышал ты не путай ТОРы с ТОСами ну ну да я так вот еще просто слышал то точно да возможно я путаю я так ответ на вопрос ты не услышал есть страх потерять работу ну есть есть получается почему этот страх есть чего боишься ну я как бы понимаю что не нужно бояться но какое-то время будет тяжело трудно хочется стабильности почему будет тяжело ну будет какое-то время не хватать финансов возможно да я просто хоть и молод но у меня уже есть супруг да скоро скоро сын родится вот ну и хочется чтобы от меня же зависит как они будут жить чтобы не было трудностей у них так скажем а если я работу потеряю какие-то трудности могут возникнуть вот вот эта работа которая у тебя есть это единственный вариант работы ну я еще сейчас учусь в институте по этой же теме тоже то есть хочу там да ну не знаю не то чтобы хочу если бы где-то был заработок хороший достойный как скажем да мне в принципе много не надо я не гонюсь за деньгами говорят что человеку нужно столько денег сколько он может проесть мне нужен земля дом семья мне много не надо вертолет дворцов не надо поэтому ну и элементарно сейчас и жилье тяжело ну ты же знаешь какую сумму не назвал на эту сумму нереально купить жилье опять же в ипотеку все в кредит это опять радство вот это возьми миллион отдай два ну грубо ты ты мне скажи а как через выживало без ипотеки все это время каким образом человечество выжило без ипотеки я понимаю да что существовать реально как бы покушал крыша есть над головой как бы да и будешь жив и здоров но тут же много факторов еще и питание и экология что как раз сейчас не очень хорошо что-то у нас в целом конечно я тоже вот себя сейчас начал ограничивать и в питании во многом и от сигарет отказался да там и от алкоголя чтобы повысить и здоровье и срок жизни на голодовке уходил да иногда голодаю в сутки один раз двое голодал вот хочу уже на три замахнуться вот кстати сегодня сегодня суббота нет обычно я с вечера четверга по вечеру пятницы на сухой или с водой с водой ну когда зайдешь до 10 суток попробую на сухую пока 10 даже пока себе поставил цель 3 трое суток вот хочу попробовать я знаю знаю людей которые по 30 по 40 дней на мокрую ну я с такими не знаком но тоже слышал уже ты может быть знаешь есть Максим лютый 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 нет не слышу нет не слышал вот вот он рассказывает что есть люди которые много лет уже даже почти не спят и почти там не едят но я понимаю что это все реально но таких людей еще не видел я тебе говорю про собственный опыт про то что я их видел я с ними общался я присутствовал я жил с ними когда они в этих голодоках были я это все сам видел для меня прям такое сейчас далекое можно сказать нереальное это уровень это это уровень это уровень самовлияния если человек сам на себя может так повлиять то он может и на других так повлиять уловил вот с помощью тебя я в данном разговоре вышел на это осознание то есть через начались самоопределения а вышли на самовлияние ну говорят же начни с себя не надо пытаться изменить мир а нужно изменить себя нет ты можешь менять мир но как ты как ты как ты его будешь менять если ты сам себя не можешь поменять ну да да согласен ну вот хочется поэтому учись как говорится исключать слова паразита из своей речи учись давать определение каждому слову трактовки так называемый и учись самовлиянию через самовлияние я понял вот вот с чего надо начать ну ну а вот последний вопрос мой вот по поводу именно имени твоего Антон с маленькой буквы, это ты специально так сделал, чтобы тебя никак не могли притянуть к паспорту? Правильно? То есть, чтобы было какое-то различие, да? Я уже сто миллион раз отвечал на этот вопрос. С большой буквы пишется имя, которое придумали мои родители. Не я его придумал. Вот принцип самоопределения позволяет тебе самому придумать свое собственное имя, которому ты будешь хозяин. И автор. Автор это по сути, я не знаю, может и иностранное слово, но есть такое международное авторское право. И вот это право намного выше, чем другие все права. Все начинается с авторского права. Если я сам себе придумал имя, то его никто не вправе использовать. Это раз. Во-вторых, с маленькой буквы, это чтобы уйти в капитус минимума. Это ограничен в правах минимально. Ты ограничен в правах, то есть минимально. Ага, я понял. То есть, по сути, максимально много прав у тебя получается, да? У меня все права есть. Все какие захочут. Ну, да. Нам природой даны они, да? Нам затерли или, как еще говорят, зашорили, что ли? Какие-то программы установили свои чуждые и влияют, да? Ну, если ты ссылаешься на ГПК, то ты признаешь те права, которые предусмотрены ГПК. Логично? А ГПК кто придумал? Ну, какой-то человек. А он может... Может, даже не человек. А он может потребовать выплаты или репараций за использование его авторского труда? Вообще слово незнакомое репарация. Ну, это авторские выплаты за пользование авторским материалом. По идее, да. Получается, может. Ну. Я вообще как бы понимаю, с чего вдруг кто-то взял и что-то придумал и а другой должен это делать. Какое он имеет вообще право, да, диктовать. Но получается через какие-то вот через структуру, да, или через систему, получается, и вот это все начинает. А по идее... Я же тебе говорю, все основано на авторском праве. Просто все договорились и приняли и ратифицировали все вот эти вот компании, там, не знаете, госкорпорации и т.д. и т.п. Они все рефицировали авторское право. Они все между собой договорились, что первично это авторское право. но из этой ситуации есть выход, давно уже всем известен. Ты можешь отказаться от признания, то есть ты можешь заявить опять же через черные ящики там, как угодно, в общем, всем сказать, что ты не признаешь авторское право. Ну, вот это же был, кстати, мой первый вопрос, как ты, с чего начать. Ты хочешь сказать, мне пока вообще не стоит, но я как бы сам ощущаю, что если я заявлю о себе, я уже должен быть готов к каким-то моментам, которые могут возникнуть. Я как понимаю, что я сейчас вообще не готов. сначала смотря как ты заявишь. Если ты просто там где-то на страничке разместишь какую-то бумагу или видеоролик, неважно, и все, и не будешь этим пользоваться, это одно. Но если ты вдруг осознаешь, что ты там какой-то, ну, допустим, не знаю, там, ну, к примеру, зеленый человечек и начнешь всем это начнешь очень сильно влиять на систему и доказывать ей, что я не фамилия, я не имя, я не отчество, обращайтесь именно так ко мне, да еще начнешь скандалить, орать и, в общем, всячески агрессивно навязывать свое мнение, не аргументируя, не подкрепляя знаниями, не пользуясь всякими там декларациями, международными договорами, то есть без основы, то, соответственно, соответствующее влияние со стороны системы пойдет. Ну да, и когда вдруг некоторых приводят в так называемые судебные заседания и там опытные черные мантии начинают докапываться до каждой буквы, до каждого слова и применять определенные финты, то некоторые просто не выдерживают. Я думал, что это и позвоню тебе, да, и ты мне сейчас раз-раз-раз, и я там день-два-три и что-то я там уже сам смогу сделать. Я понимаю, да, что трудно. Возможно, не один год уйдет на все это. Ну, хотя бы, вот знаешь, хочется с чего-то вот с малого начать. Не знаю, там, сотрудники остановили на машине на дороге, там, еще вновь, хотя бы с какой-то мелочи, что ли, как-то. Мелочи? Это не мелочи. Если сотрудники остановили на дороге, это не мелочи. Это надо уметь разговаривать. И там очень много знаков надо. Я согласен, да, но у нас же все относительно. Бывает, я думаю, ситуации посложнее. Я думаю, когда уже в суде, это там как с черной мантией, там, я думаю, там намного больше нужно знаний. Сотрудникам как-то более, я думаю, расслабленные люди себя еще ощущают. да, я бы не скажу. Ну, может быть, да, я еще не до конца осознаю. Запомни одну большую истину. Творец уроков не по силам не дает. не дает. Ну, этот же урок можно начать на ровном месте, можно же просто показать документы и поехать, а можно заявить о себе и сказать, там, ну, не то, что заявить о себе, а сказать, ты не имеешь права, с какой стати ты там будешь мои документы смотреть, да? Ну, если ты решишь преподать урок, повлиять, то и на тебя соответствующее влияние уроки пойдут. И к этим урокам надо быть готовым. Вот, вот. А я, походу, не готов пока. Ну, я тебе сказал, с чего начать. Угу. Ну, Антон, у меня вроде больше нет вопросов. Если тебе добавить нечего. Но я даже не знаю теперь. Я как-то, знаешь, интересно, так, столько думал я всего, сейчас я тебе там наговорю, а так все раз-раз-раз и понял, что просто нужно сейчас дольше все изучать, все везде читать, все, ну, работать над собой. Я, когда четыре года назад узнал о теме живых, я вопросы никому не задавал. Я полез в интернет, и тогда информация очень, по сравнению с тем, что сейчас есть, раньше не было, вот, ты назвал блогеров, можно сказать, что вообще не было блогеров по теме живых в России, и информации было самый минимум, и, можно сказать, половина была на английском. Я залез, и я начал весь интернет ковырять просто вдоль и поперек, и через Google, и через Яндекс, и через YouTube, и на русском, и на английском, и все, смотрел, смотрел целый месяц, почти круглосуточно, с перерывом там, покушать, поспать, и в туалет, и целый месяц вот сидел за компьютером, изучал это все. И нашел информацию, осознал это все. А сейчас, а сейчас вон, пожалуйста, у меня только вон 700 видео, там у других блогеров тоже валом видео, и документы, и примеры, и видеопоходы, все есть. Бери, изучай, и это. Я просто, у меня есть такая черта во мне, то, что я хочу все сразу, и я поэтому подумал, что так будет быстрее, думаю, сейчас Антон меня всему научит за один диалог. Так я и тебя уже научил многому, ты просто это не осознаешь. Ты вот переслушиваешься, там, не знаю, если правильно влобишь мысль, то ты осознаешь, что я тебе очень многое дал в этом диалоге. Ну, да, я, кстати, когда, знаешь, твои диалоги с другими людьми смотрю, я сейчас возможно переживаю там чуть-чуть, да, потому что и с два стараюсь подбирать, и, ну, мне труднее, а когда ты смотришь или просто слушаешь, вот как раз улавливаешь эти моменты, казалось, я вот смотрю, думаю, ты вопрос задаешь, ну, вот же, ответ, вот же, а когда ты меня сейчас начинаешь спрашивать, я вот прям зависал, я вспоминаю конкретно, для меня сложные вопросы оказались. Ну, ты не первый, кто мне так говорит. Вон этот, как там, где-то полгода назад мужчина звонил, говорит, меня аж подтряхивает от того, что ты на другом конце провода. меня не подтряхивает, я, у меня радость почему-то. Я, первый раз, когда тебе позвонил, прям, я такой рад был, что, я почему-то не верил, знаешь, что я думал, ты вообще не будешь связываться со мной. Прям. Я вообще-то стараюсь всем отвечать, и, как ты спрашивал, там, про оплату, безоплатно трудно, есть время отвечать, я не взял трубку, значит, занят, все. Простая тема. Я не понял. Ну, хорошо, такой вот момент, тогда, Антон, получается, я сам там учусь, копаю там, смотрю, слушаю, развиваюсь, но в случае там, к примеру, какого-то момента можно к тебе обратиться, да, за помощью? Да, но предварительно, вот, мой тебе совет, включи на полную мощность генератор вопросов, вопрос, это просьба получить ответ, даже если ты сам себе будешь вопросы задавать, внутри там, или на бумаге писать, рано или поздно тебе придет ответ, так вот, прежде чем мне позвонить, накопи там, не знаю, хотя бы 5-10 вопросов, чтобы четко их задать, и я смог тебе ответить, потому что вот так просто диалоги вводить туда-сюда, обратно, ну, мне неинтересно, мне неинтересно, когда человек звонит и задает интересные вопросы. Ну да, у тебя таких, наверное, как я уже, миллионы, я просто говорю, я объясняю, я просто думал, что хотел по-быстрому, силу поехал, вот так, скажем, и начал пользоваться, но я так, такого не бывает, да, придется все самому. Ну, если у тебя радость внутри, это уже, значит, уже поехал. А у тебя, на этом, на твоем средстве передвижения есть волшебная штука такая, квадратик, прямоугольник черный, который ты ткнул пальцем, а там тебе ответ на твой вопрос могут дать. Да, сейчас, кстати, насчет этого удобно. Я же говорю, готовь вопросы и звони. Хорошо. Благодарю, Антон. Мы что, будем прощаться, неправильно, наверное, сказать? Завершим разговор и все. Завершим разговор, да. Благодарю тебя еще раз. Все, добро. Благодарю, Антон, еще раз. Благодарствую. Рад был общению, всего хорошего. Всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok, субтитры создавал DimaTorzok,